Пробок в Петербурге, возможно, станет меньше. Сегодня здесь открылась новая трасса, так называемый северный участок западного скоростного диаметра. Это первая в России платная городская магистраль. Она позволит разгрузить центр Петербурга от грузовиков и свяжет северную столицу с федеральными трассами в Москву и всю центральную Россию. Репортаж Николая Васильева. 26 километров дороги сразу в этом году в России открывают только в Петербурге. Западный скоростной диаметр это по три полосы в каждом направлении, почти полностью на эстакаде и на всем протяжении фонари. Здравствуйте, как вам? Отлично, с Приморского проспекта за 12 минут, а главное бесплатно. Кстати, да, спасибо. Западный скоростной диаметр это первая в черте Петербурга платная автодорога. Проезд по действующему южному участку сейчас стоит 30 рублей, но на только что открытом северном еще не успели установить пункты приема оплаты. Открывал движение по новой магистрали глава государства. Причем Владимир Путин приехал на встречу с дорожными строителями за рулем служебного автомобиля. Поздравляю. Северный участок скоростного диаметра соединит курортные пригороды Петербурга с самым густонаселенным районом города Приморским. Точнее, этот вечно стоящий в пробках район теперь можно миновать по ЗСД. К 2016 году трасса по эстакадным и мостам пройдет над Крестовским, Васильевским и Адмиралтейским островами и соединится с уже действующим южным участком скоростного диаметра. Таким образом снимается или сильно разгружается центр Петербурга, особенно Васильевский остров, где в том числе находится Санкт-Петербургский пассажирский порт. Западный скоростной диаметр – крупнейший в Европе проект на принципах частного государственного партнерства. Также с привлечением частных инвестиций государство собирается развивать структуру и в других регионах. Из Фонда национального благосостояния для этого выделяют 450 миллиардов рублей. Безусловно, проекты такого рода – это развитие территории, развитие страны в целом, потому что они повышают безопасность для граждан. В этом смысле я поздравляю всех петербуржцев, всех, кто будет пользоваться этой трассой. Они улучшают экономику, вложения, которые мы планируем в развитии инфраструктуры, организуются правильным образом, приносят отдачу. И значит мы можем рассчитывать на то, что в подобные проекты будут приходить частные инвесторы. Оценить качество новой магистрали в сторону северных курортов и дач петербуржцы смогут в субботу, когда в полдень шоссе начнет работать в полную силу. Николай Васильев, Сергей Ищенко, Александр Бурушков. Вести. Санкт-Петербург.